Привет дорогие друзья, меня зовут Дэнни Марс и мы с вами продолжаем проходить Обливион. В предыдущей серии мы с вами попали в непредвиденное путешествие. Я решил заночевать в таверне, в плавающей. Да, в итоге нас со всем экипажем выкрала какая-то банда черной воды, как они себя называют. Они искали золотой галеон, но на самом деле его не существует, это просто байка и миф, выдуманная владельцем таверны для того, чтобы привлечь к себе посетителей. Но привлек он не посетителей, а только лишь бандитов. Сейчас нам надо отправиться в институт волшебства и магии, в университет. И поговорить уже с этой аргонианкой, смогла ли она расшифровать записи Маркана Камарана, комментарии. И выяснить, где находится логово мифического рассвета. Мы ей время на это дали как раз. Я для того, собственно, и ночевал в той самой таверне, чтобы прошло необходимое время. Так, сейчас придем, посмотрим. Здравствуй. Старый знакомый мой. Ну, маг какой на превьюшечке. Интересно, как здесь магия вообще работает? Нормально это все выглядит? Симпатично или нет за магой играть? Ну, здесь, как всегда, красиво. Нравится мне у вас тут. Что? Ну что ты, расшифровала или нет книги-то? Похоже. Мне удалось разобрать скрытые сообщения в книгах Манкара Камарана. У тебя есть третий и четвертый тома. Слушай, я же тебе все их отдавал. Ну да, Аня у меня с собой. Превосходно. Так, посмотрим. Да, в первых буквах каждого параграфа зашифровано сообщение. Запиши. Запиши это. Зеленая императорская тропа, где башня касается полуденного солнца. Тебе знакома зеленая императорская тропа? Это сады вокруг имперского дворца. Что-то должно открыться там в полдень. Как интересно. Ого, такие, да, значит, дела? Ну хорошо. Мне это нравится. Мне хочется отправиться на зеленую императорскую тропу со мной. Ты пойдешь туда или нет? Надеюсь, ты найдешь то, что ищешь. Сама она, я так понимаю, не хочет отправляться. Она как бы боится. Ну ладно, давайте сейчас сделаем это задание активным, я думаю. Тармина расшифровала послание, содержащиеся в книгах. Она гласит. Зеленая императорская тропа, где башня касается полуденного солнца. Мне нужно пойти на зеленую императорскую тропу к башне. Посмотрим, что удастся отыскать. Ну, хорошо. Пойдем сходим и посмотрим. Да мы только что здоровались, ну ты что? Так, императорская тропа. Это, по-моему, та самая, которая в самом-самом центре. Где эти водопады и тролль в доспехах ходит. Если я ничего не путаю. В полдень. Так, а сейчас сколько времени? Чаечку надо попить. Надеюсь, вы себе чая налили уже. Смотрите это вечерком. Ой, звук похрустывает опять. Как бы он сейчас не отключился. Больше всего этого боюсь. Так, с карта. А, ну, меня прям, в принципе, ведет к самому городу. Раньше времени я не могу никуда перенестись. Пока не зайду. О, ты кто такой в рейсе? Не думаю, что мы встретились. Меня зовут... Да, невинно ничего. Мелкий сейчас. Неа, говорит, проклятие, я искал везде, не могу найти какой-то образец там. Придется искать в другом городе. А, один образец. А, один образец. Он что-то потерял. Ну ладно, звука опять нету. Баги продолжаются. Патч до сих пор не вышел. Жду и ожидаю. Плюс это у меня уже, если так посмотреть, вот эта вот серия, когда я начинаю поход к этой органянке. Ммм, симпатичненько. Это уже четвертая попытка моя запустить, записать эту серию. Не знаю, с четвертой получится или нет, если сейчас серия неудачная будет. Если вы ее увидите, то значит мне все-таки удалось записать, если она же... Бутылки собирает, ходит. Если обливено не будет, ну, собственно, вы меня тогда и не услышите. Если, в общем, видите эту серию, значит хорошо все удалось. Вот такие дела. Четвертая попытка. До этого у меня звук вновь пропадал и пропадал. Десять минут пишешь и все. Звуковая карта, даже не карта, просто звук начинает хрустеть в игре. А в итоге он просто исчезает. Опять же, и все. Проблемы никуда не делись. Так, ну вот она, тропа, тут кролики даже бегают. Давайте поглядим, на сколько у нас времени. Так, это надо. Квайте. А так сейчас как раз полудни. Двенадцать часов, надо срочно, надо торопиться. Башня, башня, башня. Где касается солнца. Так, а где солнце? С какой стороны? Ну, если полудень, оно прям где-то по центру должно быть. Здесь, значит, сейчас что-то должно открыться. Кстати, курсор мне показывает куда-то сюда. Вот он, да? Наверняка вот этот вот башенка. Есть. Так. Так, гробница принца. Это ты? Ну, действительно, прям только на нее показывает и все. Ну, она закрытая. Значит, уже зацепка есть. Где-то здесь они находятся. Приветствую тебя. Привет, привет. Ну, сейчас полдень. Так. А, уже час, да? Полдень прошел. Немножко не успел. Буквально чуть-чуть совсем. Ага. Ну, хотя бы какие-то зацепочки есть. Ну, что, можно подождать тогда. Сколько получается? 23 часа на кладбище сидеть. Ну, а что делать? Выбора нету. Придется торчать. У нас такое важное задание. У вас спасение мира всего. И на такие жертвы приходится идти. Главное, чтобы дождь не начался. Начался. Под спокойную музыку. Так, 8 утра, 9 утра, 10, 11, ну, 12 часов утра. Все, полдень, как раз. Сейчас-то все должно открыться здесь. По идее. О, точно, смотрите. Появилась какая-то вывеска. Подсказки. Обнаруженные в четырех книгах Манкара Камарана привели меня к гробнице, расположенной на зеленой императорской тропе. В полдень на могильном камне появилась карта Сиродива, на которой было отмечено местонахождение святилища мифического рассвета. Мне нужно отыскать дорогу, святилищу и добыть амулет королей. Так, где-то... Слушайте, а на карте у меня сейчас пометится просто или нет? А, ну да, вот как бы уже, да, указывается, да, мне? Отодвинуть карту нельзя подальше. Куда-то сюда показывает, вроде как. Город. Где-то здесь. Ну, я думаю, на карте обозначится. Раз сейчас маркер уже передвинулся в другое место, то, скорее всего, он меня будет вести в нужном направлении. Ну что ж, пойдем. И самое важное сейчас, если я доберусь все-таки до этого логова мифического рассвета, чтобы там были не совсем уж такие подземелья. Потому что в них, как правило, очень и очень темно. И все, что я там найду, это свою смерть. Потому что с луком там делать будет мне нечего. Что такое, гражданин? Так, все, мы выходим в большой мир вновь. И сейчас карту с вами изучим, посмотрим. Весна. Болезни. Болею. Надеюсь, выздоровлю скоро. Пью. Все, что, возможно, полный набор. Всего сейчас. Так, присядем маленько. Давайте посмотрим карту. Ну да, точно показывает. Пещеры, озеро. Так, ну здесь я где-то был. Давайте, наверное, отправимся сюда сперва. И потом уже отсюда. Пешочком. Трансвилисируем. Мы не будем по одним и тем же местам бродить по многу раз. Потому что все равно все эти места, где мы не были, придется туда пробираться своими силами. Пешком по лесам, по полям. Плюс еще, когда будем выполнять задачи за различные гильдии, мы побываем в таких местах, как пещеры, подземелья Алейцкие. И в любом случае, для того, чтобы до них добраться, дойти, нам предстоит будет пробираться по такой вот местности. Проходить. Так, что-то с графикой стало непонятно. Опять какие-то настройки сбились, что ли. Как-то деревьев, что ли, мало стало. Что-то не то. Гораздо красивее это все выглядело в этих местах. Сейчас что-то... Что-то не то. Не то точно. Надо будет посмотреть после записи, в чем проблема. Так, ну а пока что давайте тогда идти в сторону... Маркера. Я хоть затарился всем необходимым, а то сейчас приду в углу врага. 115 стрел обычных. Это бы я продал. Так, на самом деле мне нужен действительно торговец какой-то. Если ты хочешь купить лошадь, зайди внутрь и поговори с Тавасом. Не, лошадь мне не нужна, пожалуй. Так, этих странствующих торговцев здесь нет, уряженых. Увы. Они в основном возле каждого города стоят толпами. Бевец. Я думаю, надо зайти тогда в Чейн Холл и там найти нам какого-нибудь ростовщика. Ему сбаглить все необходимые, ну точнее наоборот, ненужные предметы. И купить себе стрел помощнее. Если таковой будет иметься. Ночлежки. Сплошные ночлежки. Одна, вторая, кругом. Чейнский мост, а это как называется? Новые земли. Смотрите, прям, да, через дорогу конкуренты. А вот и... Ростовщик. Кто раскупает все подряд. Думаю, ей можно сбагривать. Не разбирая. Как дела, что нового? Говорят, что воины Нордов Скайрима вместе с наемниками-орками пошли войной на дом Редоран Моровица. Опять война с Нордами? Это печальные новости. Хватит болтать! Норды там. Борба Граузгаш. У нас есть все, что может понадобиться Искателю Приключений. Я сама бывалая путешественница, и я знаю об этом деле все. Ммм, как хорошо. Здесь ты найдешь только качественные товары. Чем я могу заинтересовать тебя? Так, ну мне нужны стрелы. Побольше стрел. Ну, 150 у тебя всего лишь. Ну, 150 и куплю, да. И продать надо. Клинок черной воды. Это как раз оттуда, с этого корабля, когда нас похитили, получается. Ну, вот эти по 6, всего лишь 6 штучек. Я думаю, эти стрелы мне не нужны. Этих 29 оставлю, пожалуй. Ну что, 4 стрелы, это бесполезная вещь. Тобой трудно. Это 3 стрелы, это 3 стрелы, это 3 стрелы, это 3 стрелы, вообще незачем. 3 стрелы. 3 стрелы. Клинок черная. Ну-ка. Кожаная кираса, опять действительно, смотрите. По-моему, я зря только продал. Я уважаю твой бизнес. Сейчас сперва я восстановлюсь, тогда, наверное, отремонтируюсь и посмотрю. Может быть, потому что моя кольчуга, она, по-моему, 4 давала, как минимум. Так, а ремонтных молотков у меня нет. Продолжай. Взгляни на мои товары. Наверняка тебя что-нибудь заинтересует. Ремонтных молотков штук 8, давай. Да. Расскажи обо мне своим друзьям. Хватит болтать. И отремонтируемся. Сапоги вообще чуть не потерял свои. Еще чуть-чуть и сломались бы. Надо почаще на ремонт обращать внимание. Так, а теперь она у меня сколько весит? 5, да? Кольчуга. Во, действительно. Наряд плута со мной. Все воровано. Сапоги. Надо срочно в гильдию воров вступать, чтобы это все ему распродать. Ну, ладно. Восстановились, как минимум. Продали все лишнее. И купили стрел. Можно продвигаться. Сейчас, думаю, не спеша с вами будем идти. За рулет. Я готов совершить даже убийство. Стражник за рулет. Ну, я тоже, наверное, готов на такое. Не спеша, потихонечку. В инвизии будем продвигаться в сторону этого логола. Так, это еще что такое за домик здесь? Резиденция рыцаря колючки. Ух ты. Ну и название, конечно. О, тут можно потренироваться. Ну-ка, попаду. В центр. Спокойно вообще. Нормально летит. Где у них вход? Штаб-квартира рыцарей колючки. Закрыто еще вдобавок. Ну, как-то красным курсором отображается. Мне-то там не ждут, как будто бы. Думаю, тебе лучше уйти. Ну да, точно меня здесь не ждут совершенно. Ладно, не буду я их гневать. Да и вообще время тратить нельзя, потому что сейчас полудень у нас, да? Полудень. Час уже. Надо успеть, и до темна добраться. Иначе здесь в лесу ночью будет довольно опасно. Мало того, что вся конечность вылезает наружу. Так еще ко всему и самому мне ничего. Ничего видно не будет. Как-то деревья странно стали прорисовываться. Да, определенно с графикой что-то стало не то. Сейчас я в настройки, конечно, не полезу, но надо посмотреть. С чем-то может быть связанным. Вообще всевозможные различные баги всплывают. То одно, то другое. Но хоть вылеты не так часто надо сохраняться все равно. Но как-то с этим стало немножко постабильнее. Но то звук пропадет, то вот графика как-то сбилась тоже. Как-то объекты как будто бы не прорисовываются. Так, ну судя по всему, я уже где-то рядышком. Вот на этом озере находится прям. Ой, да и с водой тоже что-то не то, как качество. Ой, что-то плохо, что-то изменилось определенно. Не на дне озера у вас тут вход? Нет. Такое ощущение, как будто бы на минимальный график... Графика скинулась на минимальные настройки. Либо, ну, может какие-то средние, что-нибудь в таком роде. Так, это кто? Бандит стоит? Ведьма, да, походу? Это кто? Давайте изучим ее. Лесная ведьма, точно. Да, вот издалека. Моя скрытность вообще позволяет мне прям вплотную приближаться и изучить врага. Все, она меня уже заметила. Слушайте, она далеко видит. Я же хорошо был спрятан. Потеряет, нет? А-а-а. Не потеряет она меня. Ох, на упреждение стреляет грамотно. Да я ничего не вижу. Ну, они, на самом деле, не сильные, ведьма. Я с ними уже встречался. Так себе, враг. Сражаться можно. А вот с мифическим расцветом в одного смогу ли я справиться? Так, найдена пещера-озеро Ариос. Скорее всего, это она есть. Потому что как-то на нее прям уже показывает. Ну-ка. Ну, точно. Пещера-озеро Ариос. Я пришел прям к ней. Логово мифического расцвета. Ну, что? Добро пожаловать, как говорится. Сейчас, чувствую, будет боль, мучения, страдания, нервы. В пещерах-то с нашей нынешней, с нынешним освещением. Это самоубийство. Ну, что? Выбора нет. Давайте возьмем тогда, наверное, сразу же прям факел. Ворованный причем. Пускай прогорает. И пойдем. Ого, уже начинается звук в пещерной. Ух ты. Я у пещер озера Ариос. Тайное святилище мифического расцвета должно быть где-то внутри. Что, будем пробираться по чуть-чуть, помаленьку. Ой-ой-ой, игра не сворачивалась. Опять свернулась. Надеюсь, ловушек здесь не наставили. Никаких надо осмотреть в оба. Ага, уже стоят враги. Давайте трехкратным уроном его. Меня разоблачили. Мифический расцвет теперь знает, что я враг. Мне необходимо проникнуть во внутреннее святилище и найти амулет королей. В смысле, а что до этого они не думали, что я враг, что ли? Давайте загрузимся. Что, можно с ними разговаривать, что ли? Не знаю. Не, на самом деле это интересно мне. Давайте загрузимся. Я хочу посмотреть, а что, действительно можно просто внедриться в логул врага и прям как-то с ними поразговаривать? Это гораздо интереснее будет, если я буду ходить как один из членов ордена. Может я им скажу, что я хочу теперь с вами быть за вас. Ну-ка. Смотрите, правда не нападает? Рассвет разгорается. Это интересно. Поприветствует новый день. Добро пожаловать, брат. Час сейчас поздний, но мастеру всегда нужны новые люди. Ты можешь войти в святилище. Хароу проведет тебя к мастеру, чтобы ты прошел обряд посвящения служению лорду Дагону. Не мешкай. Время приготовлений почти закончено. Приближается время очищения. Ну точно, они же набирают новых рекрутов. Как бы мы прошли первое испытание, расшифровали тайно. Я как-то об этом и не подумал, действительно. Так, надо на шаг перейти, думаю. И будем потихонечку пробираться. Ну, здесь как-то у них освящение есть. Хранитель святилища Дагона. Следование по пути рассвета, что сокрыт в писаниях мастера нашего, Манкара Камарана, заслужило тебе место среди избранных. Удача сопутствует тебе. Ты можешь удостоиться чести посвящения в орден самим мастером. Будучи членом ордена мифического рассвета, ты будешь получать все необходимое из сокровищниц мастера. Отдай мне все свои пожитки и надень эту робу посвященного. О, я не хочу этого. Слушай, меня хотят обезоружить. Ну, зато у меня будет больше шансов своровать амулет. Я смогу просто ходить спокойно, да? Либо просто вырезать всю эту пещеру и забрать. Нет, давайте уже играть по их правилам и посмотрим, к чему это все приведет. Интересно же. Очень хорошо. Следуй за мной. Я отведу тебя в святилище. Обновлено. Давайте прочтем. Харроу, смотритель святилища, принял меня за новичка культа мифического рассвета. От меня потребовали отдать все мое имущество и надеть основную робу. Ну, это понятно все в общем. Все эти действия просто описаны словами. Все, что сейчас произошло. Ну и так все прекрасно видели. Ну, журнал необходим, если ты давненько не заходил в игру, зайти и затем прочесть. На чем же ты остановился? Что мне там надо делать? Ух ты, у вас тут атмосферно. Там лучшие света пробиваются. Клетки. Там что такое? Тюрьма какая-то. Настоящие сектанты. Не, ну врагов на самом деле много. Наверное, хорошо, что я выбрал именно вот такой вот метод пробраться, что поговорим с ними. Иначе бы мне здесь было тяжко, думаю, с моими железными тострелами. Я только что это слышал. О-о-о, здесь уже, да, какой-то культ. Кстати, это то самое место, которое у меня в памяти всплывало совсем недавно, я вам про него рассказывал. Точно сейчас как... Во, да, этот обряд я и видел. Ну, да, действительно, это все то же самое. И как раз мои опасения оправдались. Здесь очень темно и ничего не видно. Мне надо следовать прям за хороу. Темно, темно. Вы встанете над всеми прочими. Смертными навечно. Ага, очередные, да? Думаю, что все. Ну, важно. Слабые будут отсеяны. Робкие будут уничтожены. Сильные будут. Трепеща лежать у ног моих. И уволять на прощении. Так сказал лорд Дагон. Слава! Что вы все в разнобой говорите? Больной фанатик, а? Смотрите, он себя сжег, что ли? А там, наверное, лежит тот самый амулет где-нибудь. Манкар Камаран сбежал в свой рай вместе с амулетом королей. Ну, точно, а? Он закрыл за собой магический портал. Но в святилище лежит мистериум Заркса. Нужно забрать книгу. Это единственная надежда, чтобы найти способ вернуть амулет. У нас есть новый брат, который желает отдать себя в услужение лорду Дагону. Иди, посвящен. Они меня приглашают, да? Так, ну думаю, с мифическим рассветом уже разбираться мы с вами будем в следующей серии. Думаю, на сегодня достаточно. Сейчас еще посмотрю настройки графики, чтобы вернуть то состояние, которое было. Потому что определенно что-то сбилось, что-то изменилось. То есть, все стало как-то более замылено. Особенно это видно за городом, за пещерами, когда деревьев нет где-то на горизонте. Ну и вообще сами они по себе как-то, особенно вода, да? Она даже не прозрачная. Странно. Определенно что-то сбилось. В общем, сейчас посмотрю и увидимся тогда с вами уже в следующей серии. Надеюсь, понравилось вам это видео. Если же так, поставьте палец вверх. Также можете прокомментировать видео и подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали. Ну и приглашаю посетить мою онлайн игру darkvars.ru Ссылка в описании. С вами был Дэнни Марс и до новых встреч.